Добрый вечер, дорогие телезрители! Развитие театра всегда было связано с развитием общества. Если взять отдельно нашу республику, помните 90-е годы. Вот те позитивные изменения у большинства людей были ассоциированы теми постановками, которые шли в театре Саха. Когда звучали страстные слова нашего гения Платона Аюнского в постановке Андрея Борисова. Это был такой катарсис, это было такое потрясение, это был такой подъем. И вот эти позитивные изменения в нашем обществе остались в нашей памяти. Сегодня у нас в гостях Валентина Борисовна Федорова, театральный критик. Она училась в мастерской Гончарова вместе с Андреем Саевичем Борисовым. Поэтому сегодня будет разговор о современном театре, куда движется театр современный, что востребовано сегодняшним днем. Я училась параллельно, но, естественно, мы живо интересовались теми мастерами, которые тогда были рядом. И Андрей Александрович Гончаров – это одна из могучих фигур. И кафедру он возглавлял режиссурой, и период его управления в театре Маяковского – это период невероятного расцвета театра Маяковского. И поэтому я пробиралась на репетиции, он ругался, кричал. Однажды во время репетиции сидела на балконе, он закричал, кто-то есть в зале, включите свет. Я упала на пол и заползла под кресло, это очень смешно сейчас представить, потому что не хотел быть за ухо выгнанной, вытащенной из зала. Но это было невероятно интересно, настолько живой, яркий человек. Поэтому, когда на его юбилей съехались его ученики-режиссеры, оказалось, что звезды многих национальных театров республик, которые входили в состав Советского Союза, ученики Гончарова. И среди них одна из звезд первой величины – это, конечно, Андрей Исаевич Борисов. И видела много его спектаклей и на фестивале Туганлык, и на московских фестивалях. И его вообще очень любят в России, в Москве. Я знаю, вот московские критики его знают, любят. И Короля Лиры мы видели, и Кудангсу Великого я видела. И всякий раз встреча с работами Якутского театра и с работами Андрея Исаевича – это встреча с большим искусством, с высоким искусством. Умение соединить национальную особость, национальный фольклор, традиции национального мышления с всеми достижениями современного западного российского театра. Вот эту двух с половиной тысячелетнюю историю развития театрального искусства и самые дерзкие изыски современного западного и российского искусства, и историю своего народа, и самость и особенность своего народа, и специфику восприятия жизни, и фольклорные мотивы. Национальный театр – это те кусочки очень яркие, смальты, допустим, из которых рождаются удивительные красоты мозаика мирового искусства. И когда ты это понимаешь, то твой невероятно яркий кусочек вписан в картину мира, и ты как бы свой кирпичик в мироздание вкладываешь. И вот Андрей Исаевич – один из тех, кто это понимает, и кто, поднимая искусство республики своей, воспевая свой народ, смело вписывает своё имя в историю мирового театра. Настоящее открытие национального искусства на этом пути. На соединение культур, на соединение, на перепути этих дорог. Человек работает и вкладывает свою душу в созидание культуры. И если мы сегодня хотя бы несколько человек приобщили к высокому, может быть, человек на следующий день, выйдя из театра, не станет изумительным, самым хорошим, самым умным и добрым. То, что от каких-то не очень хороших дел его театр предостережёт, о чём-то заставить задуматься, это уже очень важно. Противопоставить сегодняшней злобе, недоверию, насилию, ужасу, страху, неуверенности в завтрашнем дне, можно только какие-то вечные гуманистические ценности. В театре ведь это и важно, вот этот живой ток соединения. По-настоящему сердец, они начинают биться в унисон, вы понимаете, что вы дышите одинаково в одном ритме. И когда это есть, тогда и возникает эффект присутствия. Собственно, то, почему театр никто не может перебить. Ни кино в своё время, ни телевидение, ни компьютерные игры. Это некий особый мир. Это мир, где сотворчество, где живой с живым. Всё равно на экране мелькают тени. А живое дыхание и биение сердец – это в театре. И то, что так много театров сегодня в Якутии, в Якутске, это правильно. Человеку должен быть выбор, человек должен... Духовное развитие никто не отменял. Вот все, ну, иногда, знаете, да, у нас как начинается секвестирование бюджета, как-то так сразу все ведут в культуру. Её пытаются немножко пощипать, там где-то денег найти. Культура не приносит никаких доходов и дивидендов. Культура – это так называемая отложенная выгода. Мы вкладываем в будущее. В сердечность, в развитие ума, в духовное развитие нации в широком смысле сегодня. И если сегодня нет этой отдачи, пришли просто дети на спектакль. Да, в каникулы пришли, там заполнили зал, пошумели, покричали, похлопали. Это другие люди вырастут. Люди, которые ходили в театр, а не ходили в театр. Люди, которые читали книги, не читали книги. Это разные люди, их разные ценности. Может, могут меняться какие-то приоритеты, но основное остаётся. Таня Ильи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 подземного мира, это была какая-то мифология определённая, мифология существования, философия существования человечества. Большой художник – это всегда выполнять некую культуртрейгерскую задачу, нас просто просвещает. Он берёт нас, как маленьких неразумных детей, за руку и говорит, вот, это великая, а ты прошёл мимо, ты мог пройти, услышь. Я говорю, я фамилию Аюнски уже забыть не могу, а подарил мне её, Андрей Борисов. Встречаясь с фигурой такого уровня, ты обогащаешься, ты поднимаешься ещё на одну ступень своего культуразвития. И за это можно быть всегда только благодарным. Зарождается у нас театр Ланхо, но это совсем другая эстетика, другой театр. Но Андрей Саевич всегда говорит, что якутский театр вышел с традиции русского театра. Это есть, даже говорят, что это и есть самый русский театр в России. А что есть традиция русского театра? Ну, для меня русский театр отличается, ну, прежде всего, особой манерой актёрской игры, особой какой-то сердечностью. И русский театр сегодня – российский театр. Очень много заимствует на Западе, заимствует форму, заимствует какие-то необычные подходы к осмыслению материала. Мне кажется, что вот эта традиция постижения глубины человеческих страданий и поисков, не обязательно страданий, может быть, и радости человеческой, его духовных поисков – это всегда было прерогативой именно русского театра. Были такие адепты, что ли, формы яркой. Там был Мирхольд, был тот же, нынче мне очень близкий, Вахтангов, был Таиров, тот же Станиславский всё время находился в поиске формы. Но через актёра, через его глубину постижения характера. Духовность и душевность, может быть, для кого-то это смешно, может быть, кому-то это набило оскомину. Мне кажется, это всё равно никогда не устаревает. Человеческая душа бесконечно разнообразна. Можно показать голое тело на сцене, если в этом есть какой-то смысл. Интересна прежде всего душа. Может быть, обнажение духовной сути, каких-то глубоких поисков, метаний, страданий. Все спорят, можно ли без мата существовать на сцене. А я всегда возражаю. А вот вы читали пьесу «На дне» Горького. Там же персонажи не из Института благородных девиц. В этой пьесе нет ни одного бранного слова. Жизнь сложилась, что сегодня я сотрудничаю с театром Вахтангова. Три года назад, в 2013 году, Римас Туменас, возглавляющий нынче театрами Евгения Вахтангова в Москве, поставил Евгения Онегина. Это один из лучших спектаклей, который я видела в своей жизни. Может быть, соединение вот этой глубоко русской поэмы в стихах, перед которой мы исторически все благоговеем. А, Евгений Онегин – это наше всё. И вот такой какой-то своеобычный, своеобразный взгляд литовского режиссёра, невероятно любящего и понимающего Пушкина русскую литературу, и в то же время обладающего некой дистанцией, привели к созданию вот этого уникального спектакля. Это глубокое прочтение классики, это умение видеть его современность, потому что все великие произведения невероятно актуальны. Говорят о каких-то основополагающих, базовых понятиях человеческой природы, человеческих взаимоотношений. А ничего богаче, разнообразнее и интереснее в жизни нет. Все эти конфликты, которые происходят, это тоже человеческие типы, человеческие взаимоотношения, человеческие амбиции, нереализованные страсти, которые иногда вырастают в мировые трагедии, в мировые катаклизмы. Были такие театралы среди нас, якутян, которые летали в Москву за 6 тысяч километров, чтобы увидеть, посмотреть, к примеру, в Амхате или в наши современники. Каждый уважающий себя якутянин, приехав в столицу, обязательно выберется в какой-нибудь театр. Раньше был железный занавес, а сегодня рублевый занавес стал гораздо более железным, чем железный. Просто когда-то мы за совсем смешные деньги садились в поезд и в дневной, чтобы было подешевле, ехали в Питер, в Ленинград тогда, на премьеры, допустим, к Товстаногову, в БДТ. А сейчас это тоже довольно сложное мероприятие, понимаете? Все меняется. Хотелось бы, чтобы возрождались и гастроли, хотя они возрождаются благодаря программе Министерства культуры «Большие гастроли». Чтобы когда-то разорванное на заре перестройки театральное пространство опять соединилось. Жалко, что это уходит, но потихоньку что-то возрождается, я думаю, что когда-то вернется. Потом многое делает телевидение сегодня, как пропагандист. Все-таки спектакли снимаются, хотя сколько раз убеждалась, что даже хорошая съемка не может заменить, вот опять же, живое общение. Многое возвращается, потому что то, что было хорошее, опять же, я говорю, гастроли какие-то, семинары, лаборатории, они в той или иной форме возвращаются. И пространство все-таки выстраивается, новое театральное пространство. Ездят на фестивали театра, потому что нужна подпитка, вот эта вот взаимная подпитка, и это важно. И сюда, конечно, должны приезжать такие вот настоящие спектакли на «Большие гастроли», чтобы знакомить, допустим, якутских зрителей с тем, что происходит сегодня в театрах. Были ведь очень тяжелые для театра времена, вот 90-е годы, когда ходили мало, когда казалось, что это вообще все будет не нужно. Но театр и государством поддерживается, мы это видим. Где-то лучше, где-то хуже, в зависимости от возможности региона, но поддерживается. И театр продолжает жить, работать, радовать, это все нормально. В России всегда театр и культура имели особое значение. И если мы будем вспоминать высказывания великих, театр вовсе не безделится, а в театре можно за одним разом преподнести большой нравственный урок большому количеству населения. Театр – это кафедра, с которой можно много сказать миру добра. У нас никогда театр не был развлечением. У нас никогда театр не был таким вот, ну, местом времяпрепровождения. А что это голый-то у тебя? Под бешеной коровки. И вот эта миссия учительства высокого и миссия воспитательная, она всегда в русском театре присутствует. Это никогда не развлечение или некое такое изысканное времяпрепровождение для узкого круга каких-то эстетов. Это некий важный общественный институт. Если мы посмотрим на репертуар многих театров и русского театра, сам подбор репертуара говорит о некой высокой нравственной направленности. Хотя сегодня не принято говорить об идеологии, но не бывает отсутствия идеологии. Вы знаете, надо очень хорошо понимать, отсутствие идеологии – это тоже идеология. Значит, вместо одной какой-то концепции потихонечку проталкивается некая другая. Ну, не бывает вот пустоты, вот нравственная духовная жизнь, она не терпит пустоты. Значит, нужно понимать, что тогда проталкивается, что поддерживается. Поэтому отставить какие-то свои идеалы и отстаивать своё понимание искусства. Мне кажется, это важно сегодня. И наиболее какие-то честные художники это делают. Это правильно. Потому что очень много серьёзных спектаклей. Казалось бы, да, развлекай, развлекай. Ну, даже вот тот же репертуар Вахтанговского театра. Видите, дядя Ваня, Евгений Онегин. «Улыбнись нам, Господи», роман литовского еврейского писателя о трагической судьбе еврейского народа, о трагической судьбе народа-изгнанника, о трагической судьбе отцов и детей, которые, так сказать, едут друг за другом и отдаляются друг от друга всё больше и больше. Это обращение к русской классике. Понимаете, это всегда по-настоящему серьёзный репертуар. В Театре Моссовета, в Малом театре. Это серьёзный глубокий репертуар. Хотя это не отменяет ни наличие комедии, ни желание развлечь. Театр всё равно – это дело весёлое, дело радостное. И в театре много функций. Не надо забывать ни об одной из них. Не надо обеднять. Но в целом театр – это серьёзное идеологическое учреждение, как ни крути. И даже когда вы ставите весёлый спектакль для детей, бременские музыканты, вы о чём говорите? О любви, о верности, о дружбе, о взаимопомощи. Вот так, открытым текстом, впрямую. Вы детей учите. Но этот урок они проглатывают, не понимая им весело, им радостно. Много музыки, много движения. Но они уже что-то положили себе в душу. Они уже какие-то нравственные идеалы восприняли. А мы помним имена вампилов, розов. У вампилова же есть даже утиная охота. Которую играет только один актёр. И на протяжении всего часа, полутора часа человек, не отрываясь, смотрит постановку. То есть это были такие большие мастера. А сейчас можно назвать драматургов, которых можно сказать, что это и есть классики. Пройдёт какое-то время, мы их до конца оценим. Много появляется различных ярких, иногда более, иногда менее ярких имён. Иногда человек блеснёт, а потом может это не получить развитие. Но вот, допустим, сейчас в Российском академическом молодёжном театре огромным успехом пользуется спектакль с таким странным названием «Кот стыда». Не кот, там закодировано, а кот в смысле котик, как животное. Кошка, котик. Кот стыда. Это три новеллы молодых женщин по 25-24 года. Они все где-то в Сибири родились или работают и живут сейчас. Юлия Тупикина, ещё две молодые, два молодых автора, женщины. Это небольшие новеллы драматургические, где рассказывается, понимается проблема отцов и детей, непрекаянности молодых, их поиска своего места в жизни, их поиска любви. А взрослых, которые пытаются направить детей на путь истины, детей, которые, говорится, о детях, которые не хотят никакой опыт перенимать, мы сами пройдём все трудности свои. Знаете, такая очень вроде бы как простая история, три простых истории. Они такие глубокие, они такие мудрые, они такие нужные. Не знаю, как будет развиваться творчество этих молодых женщин дальше, но понятно, что это очень интересные авторы. Сегодня, может быть, трудно назвать с определённостью, но есть Каледай, есть его школа, допустим, там тут же Сигарев, был Багаев, есть какие-то девушки, есть там Ворожбит, есть ещё ряд каких-то авторов. Хорошие, глубокие, серьёзные произведения. Как дальше они отзовутся? Посмотрим. Это журнал «Планета красота», московский театрально-художественный журнал. Несмотря на некое гламурное название, этот журнал не о красавицах, а вот это журнал о современном театре. Здесь рецензии на московские спектакли, на драму, оперу и балет, на детские спектакли. Здесь рассказы театральных деятелей. Вот на бложке Анна Гроголь, Алексидзе, которая и сама актриса балета, и сегодня, как ни странно, директор театра школы современной пьесы у Иосифа Рейхельгауза. И это рассказ о ней. Здесь рассказы о фестивалях и каких-то историях, которые случаются в провинции. Это всегда важно. Это рассказ о детских спектаклях. Это так называемая картинная галерея. Вот рассказ о Зураби Церетели. Это человек невероятной работоспособности, человек огромного таланта и человек очень щедрой души, потому что он проводит мастер-классы с детьми. Сам закупает краски, кисти и бесплатно проводит мастер-классы. Я тоже печатаюсь в этом журнале роль личности в театре, в истории, в жизни, в театре. Вот пришёл Римус Туменас и возродил театр. Он поставил замечательные спектакли. Он заново сплотил труп. В экономике, в природе бывают периоды спада, расцвета. Но сегодня мы говорим о периоде расцвета. И то, что есть такой журнал, это очень важно. К сожалению, вопрос театральной прессы очень серьёзный. Есть очень хороший, честный, маленький журнал, который выпускает «Союз театральных деятелей» «Страстной бульвар», где очень много пишется о театральной провинции. Ведь театральная жизнь, она выходит, но таким вот журналом, который очень живо, быстро реагировал на события в провинциальной театральной России, тоже он не стал. Ну, своеобразное направление развития у журнала «Театр», который выпускает такие тематические альманахи чаще. Уходит живая жизнь российского театра. И, конечно, качество театральных рецензий в местной прессе сильно упало. И в большой прессе тоже. К сожалению, когда мы будем пытаться восстановить нашу театральную жизнь по нашей театральной прессе, мы не всегда сможем рассказать потомкам о том, что же было реально в театре. Поэтому, конечно, вот этот вопрос мастерства создателей театральной рецензии, он, конечно, остров стоит. – Такой якутский вопрос традиционный. Якуты, когда знакомятся, спрашивают, откуда вы родом, чья вы дочь будете. – Очень любил своего папу. Он был генерал, вот такой генерал-инженер. И делал замечательные ракеты, которые летают, но низко-низко. Не театральная у меня семья, хотя мама жила в центре Москвы. И ее воспоминания о войне – это денег не было. Она рассказывала, что в байковом платье и лыжных ботинках вот эти вот какие-то деньги, наверное, которые все-таки были на руках, их ни на что не хватало, она на них покупала билеты в театр. Рядом был театр Маяковского, рядом был театр, ну, сейчас на Малой Бронной тогда, еврейский театр, в котором работал Михойлс. И Бабанову она видела на сцене, Михойлс она видела на сцене. То есть вот как бы ей удалось какие-то золотые моменты в жизни театра увидеть. Я говорю, совершенно из не театральной семьи, потому что мама в результате стала металлургом. Я поступила в ГИТИС, потому что занималась в театральном кружке, где узнала о том, что есть такой институт. Когда я поступала, мама говорила, ты учишься на безработной, потому что, ну, мест было не так много, либо завлет в театр, либо в какой-то газете. Когда наступил некий критический возраст в жизни женщины, я сказала, худо ли бедно, а театр до пенсии докормил. Я много ездила по России, много бывала в провинциальных театрах, занималась с драматургами. Была такая замечательная лаборатория драматурга-режиссера Урала, Сибири и Дальнего Востока. В Омске, Новосибирске, Иркутске, в Владивостоке, в Челябинске, в Перми проводили заседания нашей лаборатории. И вырастал не просто драматург, а драматург с режиссером. Советская власть выделяла по полмиллиона тех полновесных советских денег, мы тратили на драматургу. Если ее не поддерживать, она не развивается. Степан Лобозеров замечательный, драматург из Улан-Удэ. Володя Гуркин из Черемхова, под Иркутском жил. Игорь Муренко из Новосибирска. Из Новосибирска вообще была такая целая мощная когорта. Юра Мершниченко, Саша Косинков. В Ангарске, под Иркутском жил изумительный Юра Князев. Была целая программа продвижения современной пьесы на современную сцену. Даже была тогда возможность у театра брать драматурга в штат на три месяца. На момент создания спектакля. Журнал «Театр» писал и в театральной жизни, и в современной драматурге. Сейчас это журнал «Инные берега», «Страстной бульвар», «Планета красота». Я читала, что вы еще член экспертного совета по Евстигнееву. Фестиваль в Нижнем Новгороде, да, актерский фестиваль имени Евстигнеева. Он же учился в Нижегородском училище. Вот драматург Нина Прибудковская. Живет она в Новгороде. Она придумала этот фестиваль, чтобы отмечать лучшие актерские работы. Жизнь идет театральная. Видимо, что-то есть в театре, завораживающее, необходимое человеку. И продолжается. И я рада очень, что вот эта вот жизнь пульсирует. Мария! Мария! Василий! Я дошел! Вот он, самый северный мыс! Смотри, Мария! Вон оно! На небе созвездие твое! Созвездие Марии! Ты, твоя земля, Мои дамы, Молитые боги, Мне тебе служить, С тобой одной, С удовольствием жить, Чтобы рассказать свету, Ничего нигде лучше нету, Нету для меня России, 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 Россия, Россия, твои золотые купола, Россия, пою, чтоб вечно ты была. Ты, моя судьба, моя душа, моя мольба, Ты, моя свеча, моя печаль, мои надежды. Свет лихих штормов, чужих смехов, чужих поров, Я сирот твоей силой, я сирот твоей вечной верой. Песня с тобой буду первым, милая Россия моя, Россия. Родные вольные края, по небам синим, А чизна юная моя, всея Россия, твои золотые купола, Россия, пою, чтоб вечно ты была. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова